Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. И сегодня у нас на одном из современных календарей 14 апреля 2016 года четверг по одному из старинных третий день месяца посева и наречения 7524 лета пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме ДНК археология объединения русского мира. И главный соведущий у нас Ирина Цезарь, доктор философских наук. Здравия, Ирина! Здравия! Немножко можешь о себе рассказать нашим радиослушателям, поскольку не все с тобой знакомы, не все смотрели твои видео, поэтому предлагаю тебе взять бразды проявления в руки и немножко о себе рассказать. Я доктор философских наук, специалист по древним цивилизациям. Получила я свою докторскую степень на Западе, в Соединенных Штатах Америки. И занимаюсь как исследованием древности Руси, наших истоков, а также и квантовыми технологиями, потому что наши предки обладали квантовыми технологиями. То есть это идет рука об руку вместе в моих исследованиях. В 2012 году я создала консорциум «Город Матрица» с Институтом национальной безопасности в Москве по как раз внедрению квантовых технологий в казачьих станицах нового типа, в неких таких самодостаточных поселениях, потому что только квантовые технологии могут обеспечить самодостаточные поселения родовые. Так, хорошо. А квантовые технологии? В чем заключается уникальность квантовых технологий? Потому что сейчас про кванты кто только не говорит. Линейный, пожалуй, только не говорит. Институт национальной безопасности был образован в 2000 году. Это частная структура. До этого это был самый крупный институт в этой области в Советском Союзе. НПО «Энергия», образованный в 1937 году. На него работало 5000 ученых. И речь идет о дистанционном управлении погодой, биосистемами и геофизическими процессами. Мы можем лечить все – рак, диабет, даже первого типа, СПИД, то есть нет неизлечимых болезней. Также создаются цифровые препараты, предлагается дистанционное лечение или омоложение. И также возможно применение этих технологий в сельском хозяйстве. Потому что сейчас в России в три раза меньше производительность сельского хозяйства, чем в Европе. А с этими технологиями она может быть в три раза выше, чем в Европе. Причем эти технологии присутствуют только в России, в Соединенных Штатах Америки. Они до сих пор засекречены. У нас же они были засекречены в 2008 году. И в Америке они только приступили к развитию этих технологий. То есть Россия находится сейчас на пике квантового скачка, впереди планеты Сей, с чем я могу вас всех поздравить. И вот сейчас такой вот наезд на Россию, он как раз и связан с тем, что Россия находится сейчас на передовой квантовых технологий. Речь идет о бесступленных генераторах, о, как я сказала, дистанционном управлении биосистемами, геофизическими процессами и погодой. И вот эта память как раз о нашем прошлом, о наших родовых конах, она очень важна для того, чтобы мы, русские, смогли сохранить вот эту способность к этим технологиям. То есть знание истории и квантовые технологии, и, кстати говоря, и социализм, да, идут бок о бок, потому что квантовые технологии как раз это именно моральное общество. Потому что, согласно квантовым технологиям и квантовой теории, информационные волны, они не знают преград. То есть ты не можешь отгородиться стеной от плачащего, от отчаяния сироты, ну, скажем так, на другом конце города. То есть вот эти вот волны, они тебя настигают. Ты не можешь быть ни счастлив, ни здоров, если кто-то из твоего рода страдает. То есть именно вот на этом понимании были основаны наши законы вот этой родовой справедливости, сострадания, помощи близким. И вот, как я сказала, знание истории, знание вот этого родового кона, структурной священной геометрии, которая заложена у нас даже в языке. И наше справедливое общество, которым русские постоянно пытаются построить, и квантовые технологии – это стороны одной и того же медали. Это всё единое целое. А в отношении истории я началась, вы знаете, начала заниматься историей, потому что я живу на Западе некоторую часть своего времени. То есть я многое время провожу в России, многое время провожу на Западе. Дети у меня живут на Западе, в Штатах. И я сталкиваюсь с оголцелой русофобией, причём доходящей именно, знаете, вот до такого полного принижения русских. То есть русские – это какое-то маленькое племя, вышедшее из каких-то болот, что это какие-то татарочки, полукитайцы. Ну вот так вот я буквально просто пересказываю, как вот русофобы на Западе иногда отзываются о русских. И это же пытаются сейчас привить на Украине. То есть русские – это не арии, это какие-то угрофинская или татарская, или какое-то мордаванское, какая-то мордва, мордаванское племя, чувашское. То есть это что-то такое, именно не такое высокориское, как, скажем, арии из Винницы. И вот, вы знаете, именно это меня подтолкнуло на то, чтобы изучить историю, начать именно изучать профессионально. Потому что я профессионал, я именно дипломированный специалист по древним цивилизациям. И я вот начала изучать и пришла к неким таким выводам, да, и сделала открытия, определенные в этой области. В частности, в 2013 году я сделала открытие, что самарская цивилизация, она была единой для Самарии, в Палестине, для самарской культуры, в Сирии, Сурии, которые датируются 4000 лет до нашей эры, для шумерской, так называемой, цивилизации в Ираке. Хотя на самом деле это не шумерская, а, как англичане говорят, сумерская, на самом деле самарская цивилизация. Потому что в эпицентре этой цивилизации стоит город Самара. И вот эта самарская цивилизация, она также едина была с самарской цивилизацией на Волге, для города Самара на Руси, и для города Кемерово на Руси, потому что Кемерово и Самара – это разные просто написания одного и того же. И так как русарии спускались с северного полюса на юг, то русский город Самара является более древним городом, чем город Самара, как эпицентр так называемой шумерской, а на самом деле сумерской, или самарской цивилизации в Ираке. Это вот одно из моих открытий. И я продолжила изучение гидронимов по территории России, которые начала Жарникова и другие исследователи в России, и обнаружила, что около северного полюса есть реки Альян, Сура и Алла. Причем Алла и Ара, Р и Л взаимозаменяемые. И я собрала целый список вот этих рек Альян, которые идут по всей территории России от северного ледовитого океана, куда совершенно очевидно не доходили ни индусы, ни семиты, ни иранцы. И вот от ледовитого океана до Камчатки и до Кавказа с разными вариациями. Ирий, Ярий, Арий, Арийка. То есть совершенно очевидно, что цивилизация послепотопная, она сохранилась именно в вот этих вот приполярных широтах России. И это настолько сейчас трудно отрицать, что сейчас дискуссия уже пошла в другую сторону. То есть сейчас пытаются от вот этого единого рода отколоть тюрков, великий так называемый Туран. И вот наша сегодняшняя передача, она как раз будет посвящена вот этой попытке отколоть Туран от единого рода русских. Причем вот эта река Сура, она также есть не только около Ледовитого океана, а также она есть и около Ульяновска река Сура, а река Ефрат есть в Сибири. И река Амазар, откуда пошли потом амазонки, тоже есть в Сибири. И Аллах, Аллах и Элухим совершенно очевидно произошли от вот этого понятия Алла. И клич наших предков, матриархат был до патриархата, и клич наших предков, царь Матак, Сарматак, он был Алла-Ла. И отсюда, кстати говоря, пошли те же Галлы. То есть Галлы, Галилея, Галич, Галлия, как Франция, которые сейчас тоже пытаются приписать тюркам, кельтов сделать тюрками. Так вот, Галлия, Галилея в Палестине, Галич, это просто приставка времён эллинизма, греческая приставка ГЭХЭ, которая была добавлена к слову Алла. То же самое Гелиос, да, это вот солнце у греков, Гелиос, а если мы отнимем греческую приставку ГЭХЭ и греческий суффикс ОС, то получится как раз Алла, солнце. То есть солнце Алла или Арья, Ерила, солнце, да, это что Алла, что Ара, это вот это солнце, да, единое, единый вот этот абсолют. И Гелиос, да, это просто поздняя интерпретация вот этого понятия Алла. И совершенно очевидно, что вот эти понятия патриархальной культуры, культуры Ветхого Завета или Танаха, Элахим, да, совершенно понятно, что они восходят именно вот к этому первичному понятию матриархата Алла, понятию именно обозначающему сарматок, царь матерей, именно матерей солнца. И вот это вот понятие Аллах, да, более даже позднее понятие, чем Аллахим, да, понятие ислама тоже восходит вот к этому понятию Алла-солнца, Алла-Арья, арийскому понятию. Так вот, вот это всё очень трудно сейчас, как я сказала, отрицать, да, поэтому Клёсов, о котором бы я хотела сегодня поговорить, профессор Градского университета, он согласен, что русские – это арийцы, потому что если посмотреть на результаты генетики, то совершенно очевидно, что русские разделяют с брахманами Индостана одну и ту же гаплогруппу – Р1А. И это настолько очевидно, что отрицать это невозможно. И Клёсов в соответствии с своими изучениями мутации Y-хромосомы, это мужская хромосома, которая определяет пол ребёнка, он определил, что вот эти вот арии, они вошли в Индию приблизительно 3000 лет до нашей эры. То есть это он определил чисто по изучению мутации в Y-хромосоме. Но вроде бы это хорошо, да, вроде бы это очень похвально, и мы за это ему благодарны, что вот наконец человек, да, он доказал, что действительно русские – это арии. И хотя вот, несмотря на то, что делаются сейчас попытки представить русских неариями. И более того, он доказал, что вот эта вот гаплогруппа N, которую наши братья на Украине пытаются представить как некую гаплогруппу финно-угорскую, то есть неарийскую, чувашскую и так далее, на самом деле это очень древняя гаплогруппа, это южно-балканская группа, которая считается не менее древней, даже вот в такой традиционной генетике считается даже более древней, чем R1A. То есть это не никакая не финно-угорская гаплогруппа, это южно-балканская группа, гаплогруппа. А если уж говорить о Балканах, то Сербия называлась в древности Рашка, то есть Серебряная Русь. И я выступила вот как раз с эссе «Великая татария» против сионистов, темплиеров и масонов, русско-арийская Великая империя татария, где я заявила, что на самом деле и татары, и башкир, они являются ветвями вот этого единого русско-арийского древа. И мне Анатолий Алексеевич Клёсов написал письмо, что и побудило меня на то, что как-то поподробнее ознакомиться с его работами и написать ему ответное письмо. Я, вы знаете, до сих пор ещё не написала, вот собираю факты. И вот сегодняшнее моё выступление – это, можно сказать, этап такого сбора фактов, такому уважаемому человеку, известному профессору Гарвардского университета Анатолию Алексеевичу Клёсову. И вот он мне буквально пишет, я просто зачитаю, что он мне тут пишет, он мне пишет, что да, я согласен с вашим отношением к курсофобам, что мы должны давать им отпор. И в то же самое время он не принимает вот эту позицию, что руссо-арий – это древнее понятие. И вообще вот такое понятие, как руссо-арий, он считает неправильным. То есть он считает, что русские – это очень недавнее понятие. Вот он тут пишет мне, что вообще вот эта киперборийская теория неправильная. То есть мы должны сразу в отношении Анатолия Клёсова сразу же уяснить два факта, что Анатолий Клёсов, он отрицает киперборийскую теорию, что руссо-арии спустились с северных, этих вот полярных русских широт. Это первое. А второе, он отрицает вот саму вот эту древность русов, считая, что это сравнительно недавнее образование. И причем генетически он определяет приблизительно 5000 лет назад. Вот таким образом, по одним своим выступлением. По другим же своим выступлениям он дает несколько другие данные. Об этом тоже я хотела бы поговорить, потому что вот его хронология оказывается несколько, скажем так, мягко противоречивой. Ирина, я надеюсь, мы не будем по Клёсову катком прокатываться. То есть мы никогда в эфирах не обсуждаем тех, кого рядом с нами нет. Мы просто упоминаем его как автора теории. Да, не более того, потому что как-то мы сейчас увлеклись уже по Анатолию Алексеевичу. Да, ну вот он сказал, что это слонопотам русарий. И я бы просто хотела бы начать свою выступленность, не знаю, как это назвать, презентацию на вашем радио. Вот с ответа на то, является ли понятие русарий слонопотамом. И является ли гипербористская теория ложной, скажем так. И вот в отношении гипербористской теории собрано довольно много фактов. Ну, в частности, например, те же гидронимы, которые я упомянула и которые собрала Светлана Владимировна Жарникова. То есть вот эти все реки Альяны, Сурай, Алла, Ганеш и так далее, они доходят до Ледовитого океана. И Ледовитый океан назывался Скифским океаном. И поэтому совершенно очевидно, что вот скифов мы не можем интерпретировать ни как Ирана, никаких вот ираноязычных племен, как некие ираноязычные племена, да. Потому что совершенно очевидно, что ираноязычные племена до Ледовитого океана не доходили. Есть такая карта Иратосфена II века до н.э., где совершенно определённо отмечена скифия, которая занимает огромную территорию от океана до океана с севера на юг и с запада на восток. Так вот, русские, да, русские, это на самом деле древнее понятие. То есть вот эту мысль я ещё на самом деле в таком информационном пространстве России я ещё не слышала, вот так вот определённо заявленную недавно. Об этом говорил Юрий Петухов. Но вот чтобы сейчас таким образом интерпретировали русских, от этого я ни от кого не слышу. И тем не менее русские, рожь, 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 страна рожь, да, расы, да, рассены, да, они упоминаются в... Так, у нас произошло разъединение. Сейчас я попытаюсь восстановить связь. Итак, связь восстановлена. Нас прервал интернет на той теме, когда мы стали говорить про расу. И вот тут раз и всё пропало. Предлагаю с этого момента поподробнее. Гласные, да, и согласные группировались. То есть С и Ш были взаимозаменяемыми, как мы видим по Шумерле, да. Шумерля – это деревня под Москвой. Шумеры, да, это та же самая Самара. Или Сумеры, как англичане говорят. То же самое касается и гласных. То есть У, Я, У, А, И. То есть Ярий, Ирий, Арий. И О, И, У, да. То есть что Рос, что Руш, Рас, да, Раш. Нашу страну до сих пор называют Раша, да. И Риши, богатые, да, мудрецы в санкрите. И Рич, как богатые сейчас по-английски, да, Риши. Это всё как раз именно название нашей страны, нашего народа. То есть вот эта земля Рож в книге Иезекииля – это как раз Россия. То есть земля вокруг реки Ра. Вот этой главной артерии, которая течёт практически по всей территории России. А Самара – это буквально Самара. То есть тоже река Ра. Причём мы имеем Самару, которая начинает течь с Урала и впадает в Волгу. А также мы имеем Самару на Украине. То есть Самара в европейской части России и в азиатской части России. То есть обозначение именно присутствия наших предков на огромных территориях от океана с севера на юг, из запада на восток. Причём вот эта Самара, она также есть в вариациях. Я вот провела своё детство с бабушкой и дедушкой на реке Сакмара. То есть есть Самара, а есть Сакмара. То есть Сакмара – это буквально мать Ра. Мать Ра, мать Солнца цаков. То есть Саки – это племя именно Солнца, а Солнце обозначалось Соколом. Сокол, слово Сокол – это буквально Скола, Солнце. Солнце – это Кола. И поэтому вот колокол, колокол, колокола, колокола, да, то есть вот этот вот как раз Солнце, как именно вот даже в тюрьменных квантовой физики, это Тор, да, Тора и вот этот вот волновой кристалл, когда души приходят в это измерение и уходят из этого измерения, они буквально проходят через центр волнового кристалла Земли, который совпадает с нулевым центром волнового кристалла нашей Солнечной системы, то есть Солнцем, и потом с центром волнового кристалла нашей Галактики. То есть это не физическое Солнце, это Солнце, которое не отбрасывает тени, и наши предки, они именно обладали квантовыми технологиями, они летали на виманах, и только именно в наших сакральных книгах сохранена память о вот этих вот высоких допотопных технологиях. И в той же книге Изекеля вот эта огненная колесница, она именно прилетала с севера. И вот эта огненная колесница, она принадлежала богам, богам авраимической цивилизации. Помимо Танаха у нас есть другие свидетельства об этой высокотехнологической допотопной цивилизации. Есть такой эпос Гильгамеш, это шумерский или самарский сумерский эпос Ирака, и этот эпос он даже древнее, чем Танах и Ветхий Завет. Так вот, в Гильгамеше написано, что когда друг Маугли, царя Урука Гильгамеша, умер, его забрали на Виману. И в этом эпосе там описано, что Энкиду Маугли забрали на, гендертальца забрали на Виману, на огненную колесницу, у него выпали ногти и волосы от радиации. И Гильгамеш после смерти своего друга, он пошел на север, переплыл море. Ну, скорее всего, это Аральское или Арийское море, чтобы встретиться с богами и с бессмертным человеком Утопиштем, который пережил всемирный потоп. То есть там прямо говорится, что был потоп, но люди, которые пережили этот потоп, и боги, они живут на территории России, и боги живут на территории России, высокотехнологическая цивилизация находится на территории России. То есть мы уже имеем два вот таких вот, скажем так, литературных источника, которые прямо указывают, что на территории России была высокотехнологическая цивилизация. Причем вот в книге «Езекииля» там прямо говорится, что если цари и иудеи будут плохо себя вести, то придет с севера к царе Магог из земли Рош, то есть из Раши он придет. То есть прямо вот это слово «Рашка», «Раша», «Россия», она упоминается в Ветхом Завете, в Танахе. Причем упоминается именно не как какая-то варварская земля, где там живут какие-то дикари, а как именно высокотехнологическая цивилизация, более высокотехнологическая, чем иудейские царства. И поэтому вот это понятие «руса-арий», откуда оно произошло и почему я употребляю именно «руса-арий», язык изменил свое направление. В древности писались письмена справа налево, то есть это была «ра», а когда письменность изменила направление с направления справа налево на направление слева направо, то из «ра» получилось «ар». Причем наши предки, они сохраняли в словах, вот наиболее важные понятия, они сохраняли в словах, которые были симметричными, то есть «ара», «ала». То есть что слева направо ты читаешь это слово, что справа налево. То же самое «косак», то есть что слева направо, что справа налево – это единое слово. И вот как раз понятие «ророг», «ророг», «сокол», «ророг», и понятие «русский» – это одно и то же. То есть Россия – это «ра», страна «ра», страна вот этого света абсолюта. Русские – это народ «ра» и народ «сокола», «ророга». То есть русские – это «ророги». И вот эти скловены, потому что в летописях нет слова «славяне». То есть вообще слово «славяне» появилось в XIX веке приблизительно. А до этого было слово «скловены». То есть вот в летописях было слово «скловены». А «скловены» – это «соколовены», «саколы». То есть отсюда и «сак» пошло. «Сак». Скифы, саки, касаки, казаки. И «соколоты», также «сколоты». И отсюда вот это греческое «скифы». То есть скифы, скиты, скисы. И просто гласные не писались, поэтому у греков получились «скиты», «скифы». То есть, буквально соколоты. То есть, если это слово развернуть, то получится соколот. То есть, племя сокола Ра. То есть, скифы – это и есть русские. То есть, это самое главное доказательство того, что Раа первое. Что понятие русский, по сути дела, оно не менее недавнее, чем Танах, Ветхий Завет. То есть, не менее недавнее, современное, чем Ветхий Завет. По крайней мере, того же периода, по сути дела, древнее, если это была более технологическая цивилизация. Это первое. Второе, вот это русо-ария – это просто обозначение одного и того же. То есть, вначале было понятие Ра, Рош, Раш, потом появилось понятие Арий. Но так как понятие Рош, Раша, Рарок было русский, Рус, оно на самом деле было более древним. Поэтому оно, по сути дела, и осталось. То есть, вот это понятие русский и вот эта территория Россия, Раша, Рашка, оно как и было во времена Эзекииля, Рашка, Раша, так оно и сейчас Раша. То есть, ничего не изменилось. И это древнейшее понятие, никакое это не сломопотам. И вот это понятие гипербореи, то есть, некой земли, которая существует за Бореем, на крайнем севере, вот это понятие, которое, к сожалению, отрицается Клёсовым, оно на самом деле очень легко доказывается, потому что во всех мифологиях, во всех религиях боги жили на севере. В Эзекииля прилетала Вимана с севера. У греков Олимпы, но на самом деле была не горка, это была гора Олимп, как северный полюс. И в ведах Индостана боги пришли не с небес, они пришли с севера. Индра был блондином, голубоглазым. У Кришны были голубые глаза. И принесли с собой веды. Причем как раз вот эта последняя волна Ариев, она была патриархальной волной. А вот первая волна, она была матриархальной. То есть, поэтому там боги называют деви, то есть девы буквально по-русски, а учителя там называются бабы. То есть, именно поэтому. И главный бог вот этот Атман, Атман, Атаман. И причем вот это вот понятие Ма, да, матери, оно как раз именно и восходит к матриархату. А Ом, да, Ом, вот это вот священный звук Ом, да, как одна из букв, буквицы русско-арийской. Потом постала Ма, то есть Ом, вот это Ом. Поэтому, скажем, в Аман, да, страна Аман, это тоже вот, так как русали, они спускались до самого Египта, и до Шумера, и до Индии, то поэтому вот та же страна Аман, это вот запечатлено именно вот этот переход от Ома, Ом, Кма. Ом, Ом. То есть, слева направо, справа налево. И вот гиперборея, да, какие еще можно доказательства привести? Вот, скажем, Аполлон, да, Аполлон летал на север на лебедях, да. Афина – это гиперборейское дело. То есть, совершенно очевидно, что речь шла именно о гиперборее, как о крайних вот этих вот северных широтах. И вот эти вот титаны, да, они как раз именно помещаются на северном полюсе. И титаны эти, гиганты, да, они еще также назывались атлантами, да, а анты – это… Атланты – это анты, потому что Анатолия, Антлания, наше имя Анатолий, да, русско-арийское, оно как раз именно о вот этих вот атлантах. То есть, вот эта допотопная цивилизация – это была руссо-арийская цивилизация, высокотехнологическая цивилизация. И только в наших ведах описывается вот это сражение, да, между двумя братьями и сражение вот этими технологиями квантового скачка – плазменным оружием, и психотронным оружием, и ядерным оружием, и так далее. И сохранилась она, вот эта технология, именно в северных широтах. Вот об этом тоже никто до меня не говорил. И вот это тоже доказательство гипербористской теории, оно заключается в том, что северный полюс, да, иносфера, там имеет форму зеркала Козырева. То есть, там происходит как раз воссоздание вот таких условий для возникновения не просто разумной жизни, а именно высокой разумной жизни. Барченко, наш следователь, он доказал в начале XX века, что в шлемах, да, в наших вот русских шлемах, воинов, да, витязей, значительно повышаются экстрасенсорные способности. Это происходит за счетах… Ирина, мы сейчас остановимся. Значит, мы про Козырева начали, про Барченко тоже продолжили, но я предлагаю эту тему и про шлемы поговорить после музыкальной паузы. 30 минут уже прошло, и даже я добавил на тот перерывчик, который у нас получился из-за бревосвязи. Итак, послушаем давайте казачью музыку, а потом продолжим разбираться, что же там у нас в древних шлемах-то было такое интересное скрыто. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 14 апреля 2016 года – четверг, по одному из старинных – третий день месяца пассива и наречения, 7500 до четвертого лета, пятница. Мы говорим про ДНХ, археологию, объединение русского мира, и главная соведущая Ирина Цезарь, доктор философских наук, нам об этом рассказывает. Мы остановились на том месте, когда упомянули зеркала Кузнецова на Северном поле, Козырева, да, прошу прощения, и когда стали говорить про Барченко и про шлемы. И вот что же там в шлемах такой крылы, с этого момента можно поподробнее. Наш исследователь Барченко доказал, что в шлемах, русских шлемах, значительно усиливаются экстрасенсорные способности. То есть наши предки, когда они рубились, и вокруг лилась кровища, они между собой общались экстрасенсорным способом. И связано это с законами квантовой физики. В шлеме, да, вот в такой структуре, как зеркало Козырева, там происходит вначале процесс поляризации, а затем отражение волны, которая входит, да, вот в эту структуру замкнутую. И вот эта отражённая волна, она формирует так называемую стоячую или скалярную волну, когда пик вперёд идущей волны нейтрализуется впадиной той же волны, когда она отражается, возникает дифракционная решётка, и следующий сигнал, он не проходит насквозь эту структуру, а он преломляется к центру. И передача информации и приём информации происходит через этот вот нулевой центр волнового кристалла. Это чистая квантовая физика. И, ну, можно поговорить и больше на эту тему, но чтобы коротко, да, коротко об этом сказать, вот эти структуры, они способствуют тому, что возникает, скажем так, условие, да, для не просто разумной жизни, но для сверхразумной жизни. Причём вот этот вот рассеянный ультрафиолет, то есть день бога, да, который длится по полгода, и о чём, кстати говоря, говорят веды, то есть они говорят, что у богов, вот этих богов, которые пришли в Индостан, у них был день бога и ночь бога. То есть совершенно понятно, что они пришли именно из вот этих вот полярных широт России, потому что только там есть вот этот вот полярный день и полярная ночь. Так вот этот вот рассеянный ультрафиолет, он как раз и нагоняет вот этот сигнал, то есть он даёт вот этот сигнал непрерывно на полгода, нагоняя вот этот сигнал, как буквально вот в трубке лазера. И вот этот вот сигнал меняет свою природу. Из линейного свёрнутого сигнала он становится галлографическим сигналом и возникает возможность передачи информации дистанционно от одной копии вот этого нелокального, уникального, нелокально уникальной волновой матрицы к другой копии. Причём вот такие эксперименты были сделаны в России неоднократно, в том числе в 1999 году был понижен сахар в крови диапетического целёнка на расстояние 20 километров. И это основано на том, да, вот этот квантовый биоинтернет, он основан на том, что если Вселенная целиком в каждой своей матричной точке, то каждая матричная точка не просто отлична от любой другой, но является уникальной. Этот принцип я сформулировала в 2012 году. Это главное последствие голографического принципа квантовой физики, который гласит, что Вселенная целиком в каждой своей матричной точке. Так вот, если есть несколько копий одной нелокальной, уникальной волновой матрицы, то можно информацию передавать мгновенно из одной точки к другой. Причём информация от одной копии к другой. Причём передача идёт, вот эта мгновенная передача, независимо от времени и пространства, она идёт как раз через этот нулевой центр вот этого волнового кристалла. То есть, вот эта иносфера над Северным полюсом, она имеет яйцеобразную форму. И вот этот день, вот этот день богов, который длится, рассеянный ультрафиолет, который длится по полгода, он даёт на полгода вот этот сигнал, который нагоняет вот эту дифракционную, интерференционную решётку вот в этом зеркале Козырева, за счёт чего и происходит вот это собирание волновых фронтов, как в нашем глазу, то есть и преломление к центру, как к фокусу вот этого нашего глаза. И именно поэтому птицы летят на север, откладывают свои яйца. То есть птицы не откладывают яйца на юге, вы понимаете, они откладывают яйца на севере. То есть почему птицы летят на север? И научно доказано, что птенец, вылупившийся из яйца на севере, он созревает быстрее, чем птенец, вылупившийся из такого же яйца, яйца того же вида, утки на юге. И птицы, они знают, инстинктивно они летят на север. То есть если была вот эта война, которая описана в Ведах, и цивилизация была разрушена, она могла возобновиться, восстановиться, восстановиться как раз именно в приполярных широтах. Причем 7000 лет до нашей эры там было межледниковье, и температура зимой не опускалась ниже зимы в Греции, то есть ниже нуля. И как раз именно в это время, 7000 лет до нашей эры, как раз именно произошло восстановление вот этой допотопной цивилизации. И она традиционно называется кимерийская цивилизация. То есть это широко известный факт. То есть я не делаю здесь открытия. И кимерийцы – это как раз люди из Кемерово. А Кемерово и Самара – это просто одно и то же написание одного и того же. То есть Кемер, Камар, Кумар и Самар – это просто единое написание одного и того же понятия. То есть кемеровцы, самарцы. Самарская культура – это именно допотопная цивилизация, высокая технологичная цивилизация. И именно вот эта цивилизация описана в эпосе Гильгамеш. Именно об этой цивилизации говорит Изекиль, когда говорит, что огненная колесница прилетала с севера. И эта цивилизация в книге Изекиля называется Рош. То есть Раша. То есть вот это название Раша, эта цивилизация высокотехнологическая, допотопная, она носила и до до того, как возникли у нас Кошкина, Романовы в Российской империи. То есть вот это самое главное, что я хотела бы сегодня донести. А по поводу Турана, который пытается Анатолий Алексеевич Клёсов вычленить из русского дерева, единого древа, Раша, то по этому поводу я просто хотела, так вот, скажем так, бегло, просто сказать, назвать несколько фактов, которые, ну не совсем они позволяют это сделать. Туран, Туран, великий Туран, Туран – это вообще санскритское слово. И оно присутствует в древнеперсидском фарси, парси, парусов, парусов, Персии. И Туран буквально, буквально там пишется как то, арий, то арий. То есть вот этот Туран, Тур, да, Туар, Тур – это Туар, то есть Туарий, то есть Ту – это это, то есть совершенно невозможно Туран, да, сделать чем-то, что противоположно Ариям. То есть по классификации Клёсова АР1А – это арийцы, а АР1Б – это тюрки. Он утверждает, что 26 тысяч лет назад они разделились от общего предка, которого он помещает в Сибири, АР1, и они пошли разными путями, не пересекающимися. У них не было никогда общей культуры, общего государства, общей религии и тому подобное. Но вот тот уже сам факт, что Туран, Тур – это то арий по-персидски, то есть это легко, ну это даже не надо доказывать, это просто факт. Ну как бы, такой вот самый очевидный факт. Уже ставят крест на вот этой вот теории. Причём этруски тоже называли себя туранцами. И вот эта Таврия, да, Таурия, Крым, да, как раз это именно была земля русариев, скифов, саков, соколотов, сколотов. И культура вот эта, она была единой для всех родов. То есть, конечно же, их было много, потому что когда они стали распространяться на юг с севера, когда там наступило похолодание, они стали двигаться на юг, они двигались по всем направлениям. И их было много. И поэтому, естественно, со временем, да, произошли, появились некие изменения между генетические изменения, да, вариации генома. Но, тем не менее, культура, культура R1-A и R1-B осталась единой. Эта культура свастичная. А свастичная, она именно потому, что когда они жили вот в этих вот приполярных широтах, они видели полярную звезду, которая стоит прямо над Северным полюсом. И все созвездия вокруг неё вращаются по типу свастики. И вообще вот эта вот структура, да, вот этих торсионов, да, квантовой физики, она едина для макроизмерений вот этих и микроизмерений. То есть она едина как для галактик, так и для наших ДНК. Поэтому, обладая этими квантовыми технологиями, они прекрасно знали об этих структурах меркобы, когда один калаврат вращается в одну сторону, поляризация, а вторая меркобы вращается в другую сторону. И когда это соединяется, получается антигравитационная машина, которая буквально нейтрализует гравитационное поле Земли. Кстати говоря, наши церкви по этому же принципу нейтрализуют бактерии. Микролептонщики в Москве проводили исследование, и они определили, что в церквях нет ни бактерий, ни вирусов, потому что вот эти вот структуры купольные, то есть купола, колокола и сама вот эта теремная архитектура она нейтрализует буквально вот этой стоячей скалярной волной, она нейтрализует вирусы и бактерии. То есть туда ходят умирающие люди, практически уже сгнивающие, а тем не менее там нет никаких вирусов и бактерий. А они сравнили это с роддобами. Так вот роддома полностью заражены стафилококком. И стафилококк не могут никак вывести. Никакими сильными моющими средствами не могут вывести заражение в роддомах. То есть дети рождаются в уже зараженную среду. И поэтому наши предки жили в теремах, именно в купольных вот таких вот помещениях, потому что в таких прямоугольных помещениях энергия распределяется под потолком, а в купольных как раз происходят вот эти вот процессы, о которых я сказала. Поэтому вот эта вот гипербористская теория, она помимо вот этих вот, скажем, чисто исторических данных, гидронимов, она также имеет основу просто чисто в квантовой физике. То есть цивилизация на этой планете могла восстановиться после глобальной катастрофы именно в париполярных широтах. Там есть условия, объективные условия для выкновения не просто разумные, но сверхразумной жизни. И также по поводу вот этого того, что не пересекались, да, вот эти АР-1А и АР-1Б. Очень важный момент вот в этих вот утверждениях Анатолия Алексеевича. Очень важный момент состоит в том, что он отразделяет тюркскую цивилизацию с самарской цивилизацией. А вы понимаете, да, что если у нас город Самара находится на территории России, да, а самарская цивилизация отписывается Турану, а Туран отразделяется с Тюркской империей и вообще является основным проектом Османской империи, курируемым британской разведкой, то совершенно понятно, что это, ну я бы сказала, даже опасная идея. И она, помимо того, что Туран, Туари – это Туари, да, Туран – это на самом деле Арийцы, да, помимо этого существует ещё вот эта преемственность свастичной цивилизации, то есть она была единая для вот этих русариев, да, и тюрков по классификации Анатолия Алексеевича Клёсова. И вот этой вот свастикой обозначали именно предков. То есть когда перестали брать курганы, а стали просто сжигать родичей и прах класть в урны, и Европа стала полями вот этих вот захоронённых урн, да, которые вот эту культуру как раз Клёсов отразделяет с тюрками. Так вот на этих урнах как раз, вот именно в тот период времени, который он обозначает тюркским временем, как раз рисовали свастики. А свастики, я повторяю, это было именно обозначение предков. То есть свастика рассматривалась как портал выхода души к предкам. Рисовались две спирали, одна в одну сторону, другая в другую. То есть душа уходила по спирали, и она уходила вот в этот портал. И совершенно понятно, что если человек рисует своих предков как именно этим, ну, как этот символ, да, то есть он обозначает именно этих предков, как именно вот этих предков, которые вышли из приполярных широт России, русских, и которые видели вот эту вот небесную свастику над своей головой. И причём вот эта вот культура самарская в Сирии, она известна по очень хорошо известной тарелке, вот которую у нас в анонсе нашей передачи есть, так называемая Самара Плейт, то есть тарелка Самара, которая датируется 4000 лет до нашей эры. 4000 лет до нашей эры – это когда не было ещё ни Египта, и Шумер был ещё только в самом-самом таком начале. Первая пирамида ступенчатая в Египте была построена в 1700 году на нашей эры, то есть когда в Сурии, а Сурия, как вы понимаете, это земля суров или русов, вот этого с крайнего русского севера, где есть река Сура. Так вот, это Сурия, да, Сурия и вот эта вот самарская культура, да, это была свастичная культура, там на этой тарелке запрошена свастика по центру и мяндровый узор. И ранняя вот эта додинастийная керамика, найденная в Египте, она тоже свидетельствует о вот как раз вот такой вот свастичной керамике, свастичной культуре. И эта культура как раз была матриархальная. И в Египте, который Клёсов также приписывает тюркам, то есть он приписывает тюркам шумерскую цивилизацию, египетскую цивилизацию, европейскую цивилизацию. Так вот, вот эта вот культура в Египте, матриархальная, она имеет обозначение рая как ару. То есть в Египте рай называется просто словом ару, то есть арий, 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 ярый. А главная богиня вот этого додинастийного Египта называлась просто русским словом мать. И предки обозначались голубым цветом, то есть это были голубоглазые люди, светловолосые. И вот многие мумии имеют именно вот эти парики, сделанные из очень и очень желтых волос. И вот эта вот мать, предки обозначились также иероглифом санки. То есть санки, на которых по снегу отвозят умерших, и они отправляются обратно к предкам, в другую реальность. Причём другая реальность, да, высшая реальность, она рассматривалась как ария, ярый. Отсюда ярый, ярило. Вот это вот огненное состояние, свет, абсолютный свет, который светит всем народом мира, независимо от нации, нации, цвета кожи, разреза глаз, прегрешений, даже прегрешений, социальной касты. То есть там не было никакого ни нацизма, ни расизма. Наши предки, они несли культуру в каждую область земного шара. И помимо вот этой свастичной культуры, есть также последовательность развития курганной культуры, которая тоже Поклёсову приписывается тюркам. То есть курганы наших предков Поклёсову приписаны тюркам. Так вот курганы, они имели вот такую историю развития. То есть вначале это была ямная культура, то есть просто ямку копали для родича умершего. Потом катакомбная культура, то есть там в этом холме кургане, там создавали некую конструкцию над этой ямкой. А потом это была срубная культура, то есть внутри кургана делались срубы. Так вот ямная культура Поклёсову приписывается тюркам, но тем не менее, тем не менее, эта вот культура последовательная курганная, она охватывает как раз периоды, которые Поклёсову принадлежат арийцам, а потом так называемые тюркские, по его классификации, а потом опять арийские. И самое интересное, что наши предки, они захоранивали своих, ну вот недавние предки, они захоранивали своих родичей именно в эти курганы. То есть они признавали эти курганы как свои захоронения. И ещё вот такая деталь, да, вот в его анализе вызывает сомнения. Он говорит, что произошло вытеснение, да, тюрками, тюрки вытеснили ариев из Европы, да, причём это было позднее вытеснение, довольно позднее вытеснение. Так вот, когда наши стали отселяться в Европу, и это зафиксировано в наших летописях, после этого катаклизма или войны произошёл сдвиг оси, совершенно очевидно, потому что находят мамонтов с непереваренной пищей, моментально замёрзших в зоне вечной мерзлоты в России. И вся Европа лежала подо льдами. То есть Северный полюс двинулся. И Англия, и вся Скандинавия, вся Северная Европа лежала подо льдами. Там никто не жил тысячелетия. И постепенно это всё начало оттаивать. И климат становился теплее к Уралу. То есть деление между климатическими поясами, оно было не с севера на юг, а с запада на восток. Так вот, когда вот эта вот Европа, да, стала оттаивать, то наши рода стали отселяться на те земли. И причём в старшей Эдде и в младшей Эдде написано, что на территории России существовала Великая Швеция, то есть Светьёд, Великое Светио, Светьёд, над Аральским морем. А потом они стали, а потом они отселились на Север, образовали там малую Светьёд, малую Швецию. То есть прямо вот в источниках скандинавских, чёрным по белому написано, что они отселились туда, когда там потеплело. И то же самое в наших летописях написано, что у Скифа было два сына, рус и славян, и они отселились на Север, когда там, видимо, достаточно потеплело. Именно не на русский Север, а именно вот туда, на европейский Север. И образовали там два города. Русу, который сейчас называется Старая Руса, и город Славянск, который сейчас называется Великий Новгород. И время по нашему современному летоисчислению – это приблизительно середина третьего тысячелетия до нашей эры, что, собственно говоря, соответствует всем раскладам и географическим, и геологическим, и археологическим и так далее. То есть совершенно очевидно, что из Европы никакого движения не было на восток. А движение было в начале с севера на юг. Когда вот эта послепотобная цивилизация была перенесена на юг, то центр её был именно в Крыму и на Дону. Причём есть такой хронологический, географический, исторический исправочек, атлас, вернее, атлас, Ивана Ахматова, 1831 года издания. Он есть на интернете. И там по вот этим древним источникам обозначено Кемерийское царство. Первое Кемерийское царство на Дону, это было матриархальное царство, потому что матриархат был до патриархата. То есть прародительницы всех вот этих цивилизаций это были не просто русские, это были русские женщины, деви или бабы. И второе царство Амазонок, оно обозначено в Парфе, поэтому Афина, Паллада, вот это гипербористское дело, это парфянское дело, а парфия – это вот это парусы, пруссы, персы, это всё единое на самом деле, целое. И вот эти вот ариманы, германцы, которые потом отселились в Германию, это на самом деле армяне, потому что гэхэ – это греческая приставка времён эллинизма, мы её отнимаем, получается, германы или армяны, ариманы, а французы до сих пор называют немцев ариманами, был город Германаса, или Ерманаса, это на Тамане, на русской Тамане, и также был германарий, хэтарий, узготов, который тоже был, по сути дела, скифом, сколотом, русарицем. И вот эта Афина Паллада, из Парфии, светлая именно, светлая дева, её называли именно светлой девой, поэтому именно её храм называется Парфенон, а место, где стоит этот храм, называется Акрополь. Так вот, это не греческое слово, Акрополь, потому что у греков город называется Полис, то есть там прибавляется суффикс греческий, Ис. То есть все вот эти города, Акрополь, Неаполь, Константинополь, Симферополь, Севастополь, Никополь, Петрополь, Тирасполь, Тернополь, это всё города-полян, потому что вот предки наши, они несли культуру, земледелие, причём вот эти все зерновые, это были эндемики с севера, потому что для их вообще создания вот этих зерновых нужен вот этот вот рассеянный ультрафиолет, День Богов им нужен, то есть так же, как и птицы, они несут яйца на севере, потому что там есть вот эти объективные условия, квантовые физики именно, условия для возревания более совершенных форм жизни, также и для зерновых нужны именно те условия, поэтому священное растение в Египте, это рожь, которая там не является эндемиком и не растёт, там же присутствует и заяц, который не живёт, естественно, в Египте, и второе царство Амазонок это было в Парсии, третье царство Амазонок, оно как раз было в Анатолии, в Анталии, то есть в земле антов, то есть анты, поляне, это хорошо известные именно названия наших предков, а Атлантический океан, это именно океан антов, и в Америке присутствует пещера в одном из северных штатов, можно познакомиться с этим материалом на моём эссе, Аризона, это Аризона, где изображён Христос, и есть именно вот письмена, которые написаны на ханаанском наречии, то есть совершенно понятно, что туда не доплывали никакие, вы понимаете, древние иудейские царства, это совершенно понятно, что наши предки использовали вот эти руссо-арийские руны, и древние вот эти все языки, да, были созданы именно ими, и все священные книги иудаизма, да, написаны именно русско-арийскими рунами, палеоеврит – это русско-арийские руны, и потом эти русско-арийские руны стали уже языком близким к нашему современному языку русскому, то есть использовались руссо-арийские руны, а также использовался так называемый язык ГАЭС, это нечто среднее между русско-арийскими рунами, которые едины для германских рун, англосаксонских рун, кельтских рун, русских рун, и находятся по всей территории России, мы находим эти руны, в том числе в Костенках, так вот ГАЭС – это нечто среднее, а уже более поздний язык, причем поздний – это именно язык времен записывания Ветхого Завета, то есть он был записан где-то в 4-5 век до нашей эры, не более, не менее. Ирина, Ирина, останавливаю музыкальную паузу, информации очень много, не забываем, что еще есть вопросы у нас, вы в чате, на них придется тоже отвечать, а сейчас мы переходим на музыкальную паузу. Вы слушаете Народное Славянское Радио? Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 14 апреля 2016 года четверг, по одному из старинных третий день месяца посеевого наречения, 7500 до 4 лета пятница. Мы говорим про ДНК, археологию, объединение русского мира. Главная соведущая – Ирина Цезарь. Информации уже дано очень много, напоминаю, что еще у нас есть вопросы в чате Народного Славянского Радио. Напомню, что в чат можно попасть с сайта slavomir.org, это сайт Народного Славянского Радио. А чтобы попасть на сам этот сайт, необходимо в любом поисковике набрать Народное Славянское Радио. Дальше ищите на сайте slavomir.org слово «чат». Придумывайте один раз на всю жизнь логин и пароль, и после этого вы можете пользоваться чатом, задавать вопросы в живой эфир и получать ответы из нашего эфира и переписываться со своими друзьями. Идет очень активное обсуждение в чате, меня это радует. И вопросы идут, Василий Васильевич сбрасывает вопросы уже в наш чат, в нашу виртуальную студию. Так что вот об этом надо не забывать. Я понимаю, что информации много, хочется поделиться как можно большим количеством информации, но все-таки как-то себя держать в рамках иногда. Лучше сделать несколько эфиров, нежели чем в один эфир попытаться сразу все выложить и оставить людей без ответов. Ну, если что-то есть еще сказать, то пожалуйста. Ну, я завершу тогда. Просто несколько фактов еще сформулирую. Но самый вот такой факт, который сразу же бросается в глаза, это когда наши стали отселяться в Европу, то они курганы не смогли копать, потому что там, ну понимаете, места мало. Европа еще очень маленькая на самом деле. Они стали сжигать родичей. То есть сжигали они очень долго, то есть буквально, ну, где-то тысячи две они точно их сжигали в урнах. Поэтому вот эта культура, она называется поля захороненных урн. Так вот, вы понимаете, если родичей сжигали, то строить там какие-то вот выводы, что там Р1-Б, они не живы вместе с Р1-А, это прямо так скажем спорно. Причем у нас вот на нашей территории Р1-А и Р1-Б живут вместе долго и постоянно. Вот в Башкир-Тастане, да, в Башкирии, там живут башкиры, именно башкиры, не русские, а именно башкиры, они выглядят как башкиры, которые и есть и Р1-Б, и Р1-А. Уже не говоря о татарах, которые в основном они Р1-А, но есть среди них и Р1-Б. Так вот, вот этот сам посыл, что был единый предок Р1 в Южной Сибири, а потом, 26 тысяч лет назад, а потом они разделились и двумя потоками пошли на Запад, получается, по Клёсову, хотя он одновременно говорит, что распространение цивилизации было только с Запада на Восток. Вот этого я тоже не совсем понимаю, то есть он себе противоречит, получается. Так вот, он говорит, что Р1-Б пошло севером, потом завернуло на Кавказе, ушло в Шумера, в самарскую цивилизацию, потом пошло в Африку, дошло до Камеруна, там живут Р1-Б, в Камеруне это Африка, Западная Африка, потом они пошли на север опять и в Европу. А Ария, он говорит, пошли югом, и не пересек, он говорит, что они не пересекались. Но тем не менее, если мы возьмем эпос Гильгамеша, то когда Гильгамеш пошел на север, то совершенно очевидно, если мы возьмем вот эту классификацию Клёсова, то получается, что он попал именно к Р1-А. То есть это тоже вот такая деталь, очень важная, которая ставит под сомнение, вот такой вывод, что эти две линии не пересекались. Второе, вот мой довод, заключается в том, что вот те же Р1-Б в Камеруне, это очень темные такие европеоиды, скажем так, да, ну практически негры, причем живут они около горы Вандала. То есть горы так и называются, Вандалы. То есть вот эти Вандалы, это было Р1-Б, потому что они все в основном там Р1-Б. Но мы хорошо знаем, что Вандалы – это славяне, то есть это было одно из славянских племен. И совершенно очевидно, что это славянское племя, оно имело свастичную культуру. То есть опять-таки вот это разделение Р1-А и Р1-Б как неких непересекающихся культурных образований, оно не срабатывает. И самый, конечно, главный довод – это на самом деле вот сейчас – это Иран. То есть в Иране там вот эти вот Р1-А и Р1-Б, они долго и многие тысячелетия живут вместе. Поэтому вот этот Иран, Персия, Паруссия, Пруссия на самом деле древняя, вот она является камнем преткновения для туранской диверсии британской разведки. То есть пока существует Иран, мы совершенно понятно знаем и будем хорошо помнить, что Р1-А и Р1-Б – это родственные народы, которые живут вместе. Там есть туркистанские племена, понимаете? То есть это чистой воды тюрки. Потому что татары, конечно, никакие не тюрки, ни таджики не тюрки, ни казахи не тюрки, ни киргизм не тюрки. Потому что там у них Р1-А преобладает. А вот в Иране там как раз есть чистые тюрки, именно по классификации Клёсова, туркестанцы. Сейчас Р1-Связь наладилась. Да, сейчас наладилась. Да-да-да. Вот, собственно говоря, и все, что я могу сказать. Есть еще много чего действительно сказать по этому поводу. Но да, еще костенки. В костенках там вот эти вот культурные слои, они непрерывно идут. И непрерывно они идут уже под одним фактом до 45 тысяч лет до нашей эры, а под другим фактом уже до 70 тысяч лет до нашей эры. И вы понимаете, что там не жили никогда никакие негры, никакие семиты, никакие иранцы, никакие индусы. То есть там вот эта вот последовательность вот этой саватичной культуры курганной, она как вот с древнейших вот этих вот пластов. То есть культура рарога солнца, солнечных вот этих скалярных символов, так она и до наших дней. И она идентична раскопкам, которые сейчас, оказывается, были сделаны и в Ладоге. То есть в Ладоге там уже обнаружены вот эти вот древние пласты, которые уже уходят под 3000 лет назад и древнее. И тоже эта культура, именно культура солнца, Ра, то есть русская культура. То есть еще раз я повторяю, что Россия – это Ра, это страна Ра, страна Солнца. Русские – это люди Ра, поэтому у нас все термины важнейшие, они именно связаны с Ра, то есть мы говорим Ура. И это понятие древнее, то есть русские – это понятие древнее, чем Ари, и русо-Ари – это просто вот некое такое симметричное понятие, которое просто охватывает все периоды развития нашей цивилизации. То есть матриархальная цивилизация – это была цивилизация Ра, потом мы имеем патриархальную арийскую цивилизацию, но это, в принципе, единая цивилизация. И вот эти две гаплогруппы – R1-A и R1-B – это на самом деле не гаплогруппы, а гаплотипы единой гаплогруппы – R1, которая, как сам же Клёсов говорит, уже найдена в Южной Сибири. Но совершенно очевидно, что вот эти вот атланты, гиганты, вот эти люди огромного роста, которые находят по всей планете, совершенно очевидно, что их генетика, совершенно очевидно, она именно идёт к этому R1. И последнее, что я хотела бы сказать, чтобы завершить. Вот эта сама классификация гаплогрупп, она аврамическая, то есть она принадлежит аврамической цивилизации, она выводит все гаплогруппы из Адама, то есть Адама считается самой древней гаплогруппой, и потом идут вот эти негроидные африканские гаплогруппы, а потом уже идут русская гаплогруппа. То есть таким образом заявляется, что мы произошли от семитов через негров, хотя семит – это получёрные, полубелые. Но вот такая вот классификация. И Клёсов сам же говорит, что русские не имеют ничего общего с негроидной ДНК, поэтому нельзя выводить русских из африканских негроидных ДНК. Но если он так говорит, он не может признавать вот саму вот эту классификацию. Вы понимаете, да, о чём я говорю? То есть сама вот эта классификация гаплогрупп, когда АР1А и АР1Б ставятся ниже, чем по древности, чем вот все вот эти негроидные ДНК, это сама она уже неправильная, даже по самому рассуждению до самого Анатолия Алексеевича Клёсова. Это вот чисто по генетике. Потом генетика, она не работает через… Сама вот это различие между народами, оно работает не на различиях цвета кожи и разреза глаз. Она действительно… Вот это различие, оно работает по степени цивилизации. А степень цивилизации, она определяется формой хромосом. То есть тот же ген, это тоже я открытие сделала в 2014 году, тот же ген в человекообразных обезьянах, в детях с синдромом Дауна и в диких лошадях, он отличается от того же гена в арабских скакунах, то есть одомашленной лошади, у нормальных детей и у людей в отношении к обезьянам, он отличается только формой хромосом. То есть у неразумных видов форма хромосома несимметричная, то есть она имеет… Ну, она несимметричная, то есть два окончания, две хроматиды объединяются в крестообразную форму и два окончания коротее, чем два других окончания. А у разумных существ, да, получается свастичная, симметричная хромосома. То есть, другими словами, вот само вот это деление на гаплгруппы, оно, попытка вот этого выстраивания, развития цивилизации, таким образом оно не работает. И сама вот эта кинетика генетики, когда подсчитывается скорость и количество мутаций в игре-кромосоме, она тоже не работает. Потому что, как я уже сказала, на севере там всё созревает быстрее и живёт дольше, чем на юге. Поэтому вот сама вот эта попытка выстроить, скажем так, ДНК, археологию, генеалогию вот таким образом, чисто механистически, она не работает. Поэтому я просто хотела бы завершить своё выступление тем, что действительно радует то, что вот Анатолий Алексеевич признал Ариев, что вот он действительно подвёл вот такую научную базу под то, что русские – это Арии. Но, тем не менее, Арии – это АР-1. АР-1 – вот что такое Арии. Потому что Арии – это Ра. То есть АР-1 – это и есть Руса-Арии. То есть древнейшая матриархальная цивилизация Ра и матриархальная цивилизация Аристская вместе. Вот это и есть наши предки. И потом уже от них различные типы. То есть АР-1-Б – это просто тип. Это не каплогруппа. АР-1-А и АР-1-Б – это просто типы единой группы. То есть вариации наших единых предков. Спасибо за ваше внимание. Пожалуйста. Так, ну что ж, вопросы поступают. Но прежде чем, наверное, переехать к вопросу, кстати, я хочу уточнить у наших слушателей. Скажите, пожалуйста, в чате напишите, будем мы в музыкальной паузе вопросы вставлять или нет? Нет, не будем. У меня просто сейчас очень важная встреча будет. Поэтому я даже смогу, должна буду оборвать наш разговор. А во сколько? Ну, я думаю, что, может быть, еще 20 минут, может быть, возможно, будет. Понятно. Ну, ладно. Хорошо. Тогда начинаем с вопросов. По поводу, от себя добавлю, по поводу того, когда была произнесена фраза «2000 лет сжигали, а до этого якобы хоронили курганы». Ну, ведь была же древняя заповедь такая. Да не оскоренять ей вы тленом своим, святую землю предков ваших, кое полито кровью потом дедов ваших, облегчать уход близким вашим через кроды, великие лоди просторные, дабы могли души близких ваших с дымом к родным подняться в осваргу предчистых предкам вашим. То есть, эта заповедь очень древняя, она не относится ни к 2000 годам и летам, а намного раньше она была. И курганы не всегда имели захоронение телес целых. Там, как правило, назывались непогостами, и там захоранились уже то, что оставалось после кроды. Поэтому вот, когда тоже общаешься с учеными, которые ДНК занимаются, они как-то путаются в вопросах, когда начинаешь задавать, вверх, в ответах, когда начинаешь задавать вопросы о том, как вы пытаетесь определить нашу древность, если у нас в древности было крадирование. Ведь вы же не можете по крадированию сказать, сколько лет и что там вообще находится в этих костях, которые уже огнем разрушены. Они говорят, да, так на самом деле, вот это очень серьезная проблема. Но при этом делают выводы о том, что нам или там 15, или 20, или 30 тысяч лет, и строятся эти домыслы, в общем-то, на каких-то своих непонятных разумениях. Ну, это так, дополнение от меня. И теперь уже переходим к вопросам, чтобы не затягивать. Вопрос, который первый пришел, Владимир Измутич, каково обоснование строения древа ДНК-генеалогии? И есть ли вообще обоснование структуры дерева или это договоренности на основании какой-то построенной, в общем, на основании которой построено дерево? То есть это договоренность или на самом деле что-то такое есть? Ну, вы знаете, я вот доктор, да, но я доктор философии, да, то есть я не доктор именно, ну, скажем, химии, да, или генетики, да, но я долгое время уже занимаюсь волновой генетикой. Я работаю вот с Институтом национальной безопасности, да, в Москве, как я уже сказала. Так вот, я проконсультировалась с нашим директором перед тем, как выступать. И он категорически отверг вот это древо, которое выводят все гоплогруппы из гоплогруппы Адама, как самый древний, и который идёт вот это древо через негроидные африканские гоплогруппы. То есть он категорически это отвергает. То есть это не просто, скажем так, соглашение, да, это просто преступный сговор. Ну, скажем так, для кого-то это сговор, а для кого-то это уже установка. Да, кто-то живёт по закону, а кто-то по понятиям, да? Да, да, да. Кого-то они договорились между собой, а кто-то это исполняет. Ясно, понято. Дальше вопрос в эфир от Данила. Здравия с ведущим. Ирина, исследовали ли вы происхождение своей фамилии Цезарь? Если да, ей найдено не является слишком личной информацией, то что можете поведать по этому поводу? Благодарю за это. Да, вот меня, вы знаете, постоянно мучают вот этими вопросами по поводу моей фамилии, говорят, что она не русская. Господа, она совершенно абсолютно русская. Ц-царь. То есть у нас был матриархат, и наших вот этих вот царей-матерей, сарматками называли. То есть царями-матерями, царь-матками. То есть Ц-царь. Вот что такое Цезарь. Причем почему я взяла Цезарь? Ну, так как я вот выехала на Запад, меня пригласили по визе от, визу для выдающихся способностей в 1994 году. Я как художник выехала, как деятель культуры. И выехала я как раз именно потому, что я понимала, что там будет строиться искусственный интеллект. Не за колбасой, не за ковришками, а именно вот бороться именно с искусственным интеллектом. То есть можете надо мной смеяться, но так оно и было. Вот. Так вот, я изменила просто свою русскую фамилию на вот эту фамилию, которая, ну, она, скажем так, обратимая. То есть на Западе она понятна и в России она понятна. Ц-царь. Цезарь, да? Цизарь по-английски. Причем я позже, вот сейчас, совсем недавно, я поняла, что моя-то русская фамилия была древнее. Моя-то русская фамилия была Есарева. Есарева – это вот Кесарева. Ну, Цезарь, Кесарь, Цезарь, да? Причем вот это вот Есар, Есар – это слово в санскрите, которое и обозначает господина. Вы понимаете, да? То есть оттуда и пошло вот это понятие Цезаря, и пошло от Есар. И вот это Есарева, оно на самом деле более древнее, чем Цезарь. И вот это Еси, да, вот наше понятие бытие, обозначающее, да, Еси. И вот это название Иисуса Христа, как Иса, оно тоже идет от Еси. Иса, Есар, Исар. Вот. В общем, понятно, хорошо. Вопрос в эфир от Лены из Москвы. Скажите, пожалуйста, книга «Изекиль», на которую вы все время ссылаетесь, что это за книга и кто ее автор? Это книга в Танахе, в Ветхом Завете, пророка Иезекиля. Это ветхозаветный пророк. И вот там, в этой книге, да, в 38-й главе, он описывает вот эти северные царства, более развитые, чем царство Иудея. Иудея, да. И говорит, что если вот иудейские цари будут плохо себя вести, то придет князь Магог из земли Рош. То есть, Раша, из Раши он придет. То есть, придут русские и ведут порядок. Да, вот так вот. Потом пришел лесник и всех разогнал, понятно. Ну, вот мы сейчас в Сирии, из Рош пришли, Раши, 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 пришли, Раши. Понятно. У меня такое уточнение. Ссылалось, на самом деле, на Танах. Многие из избранных библейских народов говорят, что это самая-самая древность. А теперь мы выясняем, что, оказывается, до этой древности была еще более древняя древность. То есть, как говорится, кризиса дна достали, а потом снизу кто-то постучал, доказал, что там еще что-то есть. То же самое здесь. Для одной древности, оказывается, есть и более другая древность, которая, как ты говоришь, это наша древность и гиперборейская еще. То есть, взяли что-то от нас, потом что-то там дополнили, что-то изменили, и получилось уже вот то самое все для иудейских народов. Скажи, пожалуйста, если это все вышло от нас, если даже и буквица древняя тоже в некоторых народах от нас пришла, то в этом случае... А, да, кубский алфавит, извините, перебивайте, кубский алфавит абсолютно идентичен русскому алфавиту. На нем написаны вот эти вот на команде библиотеки гностиков, она написана на этом алфавите, то русский алфавит, там чешаща, ни в одном алфавите мира нет. Ну, понятно, да. Понятно, но я про то говорю, что это вот все от нас пришло. Но почему же тогда у библейских народов прям такое пренебрежение во всех их писаниях к Гоям? Мы всегда-всегда звали Гой, Гой Иси и так далее. То есть, у нас это Гой – это нечто высокое, возвышенное, приветствие и так далее. А у них это оскорбление, и надо всех там Гоев уничтожать, самого лучшего из Гоя убей. Ну, такие там фразы конкретные встречаются. Если не верите, то откройте, почитайте. Почему же тогда, если многое взяли от нас, почему такое пренебрежение и даже угроза и направленность действия? Ну, вы знаете, это все недавние явления. Вот убей Гоя – это Талмуд. Это где-то приблизительно 19 век. То есть, это даже не 16 век, понимаете, не 17 век. Это очень недавние понятия, которые зародились в гетто. И библейские народы сейчас – это не те народы, которые были раньше подлинные иудеи. Это негроиды из племени Сета, которая также называлась племенем Иуды, из земли Сета. Поэтому синагога – это греческое слово, а на иврите – это бейтха кнесет, то есть дом великого князя Сета. А Сета – это был бог смерти и пустыни Верхнего Египета. Это был негроидный Египет. Сам Сет изображался как очень темный негр с негроидом, с головой шакала. И широко известен факт, что Верхний Египет – это Эфиопия и Северный Судан – захватил Нижний Египет, Руссоарийский Египет. И возникла страна Кхемет, то есть страна семитов. Хемия – это по-гречески полу, полу-черный, полу-белый. И эта страна была полностью уважительна к русской матери. Вот это Изида на самом деле – это маат, мать. А Изида – это египетское слово, обозначающее трон. Так вот, мать изображалась соколом, то есть это мать соколиха была. Она изображалась крыльями сокола, либо соколом на голове, либо с короной в виде трона, либо она изображалась солнечным диском. То есть сокол и солнце Ра, и вы же знаете, что в Египте самый главный бог – это Ра, это солнце Ра, русский, то есть русские, русские там заправляли в Нижнем Египте. И когда Верхний Египет захватил Нижний, то они прекрасно уживались друг с другом, и вот эти негроиды, они женились на русских. То есть у них молодой человек черненький, а девушка беленькая. И не было там никакой вражды, никакого вот этого вот 22 сатанинских иерафантов Египта. Это все бреднее времен эллинизма. На самом деле там почитали мудрость, доброту, сострадание, и мать говорила, что вот как Иисус Христос говорил, так же говорила вот эта русская арийская мать. То есть я накормлю бедных, напою страждущих, обогрею тех, кому холодно, позабочусь о сиротах. Вот это вот написано в священных писаниях Египта. Поэтому не было там никакого вот этой жути, вот этой вот паумудической, которая возникла уже просто в эре капитализма. А сами вот сейчас, если мы возьмем современных евреев, они на 93% – это ашкеназы. Ашкеназы по своим же генетическим исследованиям – это курды, то есть это арии. Курды – это, вы понимаете, арии. Они – это курды от русской праматери. Ни патриархальная вот эта вот ДНК, ни матриархальная ДНК, они не меняются. Вы понимаете, в этом-то вся прелесть, что генетика, она расставила все на свои места. То есть никакие они не репсилоиды, никакие они не… Даже не семиты, они чистые арии. У них патриарх арий и матриарх арий. Часть евреев, вот этих иудеев является, да, семитами, мизрахи и сепарды, но они очень близки палестинцам к арабам и имеют общего предка с арабами. И вот этот предок является русарием. Причем это признает даже сам Клёсов, просто он боится это вот так вот до конца довести. То есть у них вот был общий предок. И этот предок, это был Ар-1 как раз. И мало того, вот эта вот семья, откуда вышел пророк Мохаммед, это русско-арийская семья. Вот можете верить, не верить. И вот эти коины, да, коины, каханы, да, это вот те древние русари, которые спустились в Палестину, основали там вот этот полдородный полумесяц, основали там самарскую вот эту свастичную культуру. И спустились они по рекам, причем это была матриархальная цивилизация, поэтому у них до сих пор вот это вот родство числится по матери. То есть это матриархальная цивилизация. Поэтому когда Клёсов выводит все родословное от патриархов, это тоже неправильно. А как же матриархи? Были же матриархат до патриархата. Так вот, есть такая река Ерма в Сибири, а приток Иордана, это Ярдан буквально, Ярда. Так вот, приток Иордана, Ермок, то есть вот эти Ермаки из Сибири, вот эти вот Ар-1, они спускались вот по этим рекам, они всегда были торговые цивилизации, а торговые цивилизации, они не могут быть геноциствующими, понимаете? Когда человек торгует, он старается со всеми жить дружно. Так вот, они спускались туда вот до Египта, и вот именно вот эти вот русы-арьи, они основали, вернее даже матери, вот эти сарматки, они основали и шумерскую, сумерскую, самарскую цивилизацию, и египетскую цивилизацию, и вот эту сурскую цивилизацию в Сурье, сфастичную цивилизацию. Поэтому вот это присутствие русских, которые он там видит, то есть когда он вот Клёсов исследует, он там видит присутствие, древнее присутствие русских, вы понимаете, да, вот это ДНК, Ар-1. Причём она древнее, действительно древнее, или того же времени, как вот эти ветхозаветные цивилизации. То есть вот этот патриарх, да, вот этой вот иудейской цивилизации, он, возможно, был белым, потому что Ной, он был ребёнком настолько отличным от своих сородичей, и что его хотели убить, вы понимаете. То есть он был белым ребёнком от белого человека. Его оставили, и он спас потом эту цивилизацию. Тёмных, очень тёмных семитов вот этого Верхнего Египта. То есть импульс шёл с севера. Не потому, что это расизм или нацизм, а это были люди, которые несли цивилизацию, торговлю, животноводство, земледелие. Они относились ко всем другим народам, как к братьям, потому что они считали, что они пришли из Альи, из света. То есть поэтому не убей, поэтому они верили в карму, они старались не грешить, да, не совершать злодеяния. Поэтому все эти культуры, они были моральными культурами, высокоэтичными культурами. Ну, я бы не стал здесь сейчас Ноя примешивать, хотя, да, здесь надо поразмыслить, потому что очень много из Писаний, которые мы сейчас упоминаем, там намешано из разных народов, из разных версий, и поэтому так однозначно говорить о чём-то пока нет. Как версия, да, можно об этом высказать, что вот, скорее всего, так. Ну, опять же, даже в тех библейских народах мы видим, что несколько есть направлений геоналогических, которые друг с другом вообще никак не связаны, но при этом они себя вот так вот называют. То же самое, как и татары. Если мы посмотрим генетику татар, то мы увидим, что из множества татар близких друг к другу, в общем-то, и нет. Да, один язык, похожая культура, но генетически разные совершенно народы. Это всё равно, что взять, например, негра, чукчу, там, папуаса, кого-то ещё, и вот так на одном языке их научить говорить, и потом сказать, а вот, а в Итфе... Нет, я просто говорю, не хочу сказать, что... Это пример того, что много было родов вместе с ним. Да-да-да. И вот то же самое в библейском нашем прошлом, как некоторые считают, там тоже очень много чего намешано. Хотя я не считаю своим это библейское прошлое, просто говорю, те, кто считает. И поэтому однозначно относиться вот так, это очень серьёзная, на мой взгляд, ошибка, и потом за неё можно серьезно поплатиться, потому что будете считать то, чего на самом деле нет. Следующий вопрос в эфир от Ингвария. Каким образом из библейских названий выросло название Раша? Есть ли какие-нибудь источники, в которых какое-нибудь из наших государств называли Раша? В ближайшие пару сотен лет не считается. Ну, смотрите, Рош, Рош, совершенно очевидно, вот эти Риши, Рош, Раша, это совершенно очевидно, это земля на реке Ра. И совершенно понятно, что русские и Россия пошли от реки Ра. Поэтому это древнейшая цивилизация, матриархальная цивилизация. И в России сохранилось наибольшее число элементов матриархата. А помимо этого, Сербию называли Рашкой, причём называли её Рашкой времена ещё Аристотеля. Аристотель был русским философом, потому что Македония – это часть Сербии, а Македон – это Маки на Дону, буквально, в прямом смысле. То есть вот эта единая цивилизация русских амазонок, она была от Карпат до Индостана. Это широко известная, например, Тамара, которая убила Кира и отрезала ему голову в VI веке до нашей эры. Её царство было от Карпат до Узбекистана, и она изображается, как русская женщина с русской косой, с блондинистой, то есть это светлые русские волосы, длинные русские, то есть как русская девушка, дева. Хорошо, следующий вопрос от Станислава. Уважаемая Ирина, вы не пытались опубликовать выкладки ваших исследований в западных научных кругах? Если да, то какую реакцию они произвели? Ну, знаете, я сейчас готовлю книгу к изданию, я бы её издам и на русском, и на английском, и она будет продаваться, для англоязычных она будет продаваться за небольшую сумму на Амазоне, а для наших она будет бесплатна. Вот и посмотрим, какая будет реакция. Но вообще, вообще, в принципе, реакция хорошая, потому что, вот я была единственным человеком, который рассекретил, что Обама – это наследник, единственный неповторимый наследник, единственной неповторимой династии Соломона. И меня даже поставили на внутреннюю рассылку у Белого дома, такую, знаете, вот это не Джей Зи, это я фараон Джей, ну, то есть так вот, то есть он считает себя фараоном, потому что он действительно наследник Соломоновой династии, а Соломоновая династия, то есть династия царя Соломона и царя Давида – это негроидная династия Верхнего Египта. Там же у них есть и Ковчег Завета. Ну, в общем, круто-круто, и всё такое, понятно. Хорошо, Дмитрий из Донбасса. Вопрос в эфир. Какие вам известны датировки образования цивилизации в Сирии, по вашему знанию? Сколько всё-таки Дамаску лет? Ну, вы знаете, Сурия – это Руссия, и там есть горы Джебат-аль-Руссия. То есть сурийцы – это наши, наши ребята, вы понимаете? Если у них горы русские, если у них, извините меня, горы русские, то какое же вам ещё надо доказательство древности Рош, страны Рош? Мы страна Рош. Раша, Раша, Рашены мы. Понимаете? Вот. И свидетельство, вот эта тарелка, она датируется, я её лично видела, понимаете, в музее Пергамона в Берлине. Это знаменитая самарская тарелка со свастикой, в центре, там, вокруг неё рыбы и меандровый узор. Она датируется 4 тысячи лет до нашей эры, когда не было ещё Египта. Значит, не было Египта, не было иудейской арамической цивилизации. Ещё не вывели их из Египта, вы понимаете, да? Да, только с маленькой поправочкой. Это то же самое, как, например, через 20 лет в Москве тех людей, которые себя раньше называли русскими, может так и не остаться сейчас. Да, вот то же самое, если мы говорим про древнюю Сирию, то это одно. Если говорим про современную Сирию, то другое. И так далее. Поэтому всё-таки менялись народы, были путешествия народов, переселения и так далее. Но всё равно следы остались и даже генетические следы остались. Так, дальше. Ингварис дает вопрос. Скажите, пожалуйста, по отцу или по матери у славян ведётся род, на ваш взгляд? По свету у нас ведётся род. Мы... Вот это очень важно понять. Понимаете, вот понятие рода у нас никогда не было понятием от... Знаете, вот по цвету волос и по форме глаз. У нас род от арии, от света, от ра. То есть, если ты нормальный, если у тебя свет в голове лампочкой горит, 200 ватт, ты наш, русский. И мы тебя научим, мы с тобой дружим, любим тебя и так далее. А если не горит, значит, ты хоть... В паспорте у тебя написано русский хоть сто раз. Ты уже не русский. Вот оно как. Потому что вселенная, она построена, как у нас нафь, правь, яфь, то есть мы уходим из... Приходим сюда из света, арии, ра. Понимаете, да? Вот эта высшая реальность, это и есть Россия. Вот оно в чем самый-то кайф. Ра, это... Ра, Россия, это не земля под Курском только, понимаете? Это вот высшая вот эта вот... Свет, это и есть ра, Россия. Небесная Россия. Отсюда небесный Иерусалим. Иерусалим зовется местными жителями Урус-Алим. Алим – это учитель, Аурус – это как южные соседи назывались русских. То есть город русского учителя, Волхва. А Волхв – Волхв – это второе имя Волги. То есть Волга – это земля Волхвов. Вольга. Витязь Вольга. Вольга – это значит Валгу. Волгала. То есть Вало. Вало. Алья – это, как я уже сказала, взаимозаменяемыми. То есть Россия – это всемирный, вселенский, абсолютный свет, который светит всем. Понимаете, да? Независимо от нации, национальности. Поэтому у нас вот эти эфиопы, племя Сета, подлинное племя иудеев, они молятся свастиком. Понимаете, да? У них там 12, нет, 11 свастичных церквей, они молятся свастиком. То есть как вы думаете, откуда там свастики? Потому что понятно, что если у них русские алфавиты, русские свастики, то совершенно понятно, что мы туда дошли и наши женщины брали их себе в мужья и рожали хороших эфиопских детей. А если мало русских будет, я вас уверяю, еще придут из Альи. Там не конечный запас Сета, его нет конечного запаса, он бесконечный. Еще придут. Наши предки, они здесь в параллельном измерении, они никуда не уходили, до сих пор летают их, виманы здесь везде, открываются. Американцы сняли фильм про Аркаим, как там в огороде местных жителей открываются волновые кристаллы, знаете, как в фильме про терминаторов. И оттуда выходят люди. Понимаете, то есть наши предки никуда не уходили, они здесь рядом. Поэтому мало будет вот таких, у которых горит свет в голове, еще придут сюда. Не волнуйтесь, все будет нормально. Главное верить, любить и блести свою карму. Хорошо. Я думаю, тот вопрос был навеян как раз тем, что в русском языке есть такое понятие выходить замуж и брать в жены. То есть жену брали в рот, вот скорее всего от этого. Ну, ясно. Дальше гриф за этот вопрос. Наиболее часто встречаешься на территории нынешней Руси гапла группа ИР1А1. От какого времени, по мнению Ирины, ведет свое начало эта группа? Это первая часть вопроса. Ну, смотрите, я веду свой рот, например, я веду от РА, от света, от Эзарьи, из РА. Там нет в квантовой нелокальности, нет ни времени, ни пространства. Понимаете, да? Я неразрушимая, незатворимая монада. Понимаете, да? То есть вот это понятие сотворения мира, это было понятие неандертальцев. У Аристотеля нет понятия сотворения мира. Это был наш русский философ, древний философ. У него мир был вечный. Вот эти вот монады, волновые кристаллы, они вечно присутствуют в квантовой нелокальности. Поэтому, господа, не было сотворения мира, не было этого взрыва. Взрыв большой, Биг Бэнк Он Какой-то был в каком-то Континууме, понимаете, да, этот континуум Еще в каком-то континууме, так матрешка До бесконечности Я должна сказать до свидания, если вот есть какие-то Еще вопросы, то я буду рада Еще встретиться и ответить, спасибо Хорошо, Ирина, мы в следующий раз тогда Договоримся о продолжении, а сейчас Да здравствует, да здравствует Ра Слава Богу, мы русские, ура Хорошо Благодарю Ирину за участие в нашем эфире К сожалению, мы вынуждены прервать Эфир, потому что Есть дела более важные У каждого человека есть своя миссия на земле Но ничего страшного, мы еще поговорим с Ириной Если наши радиослушатели В чате сейчас выразят желание Продолжения этого разговора, то пожалуйста Напишите, мы свяжемся с Ириной и где-нибудь На май по возможности Назначим Наш новый эфир А сейчас я с вами Прощаюсь Желаю вам всего самого доброго Но перед этим напомню, что сегодня у нас 14 апреля 2016 года, четверг По одному из современных календарей По одному из старинных третий день месяца Посева на течение 7524 лета пятница Мы говорили про ДНК-археологию Объединяющую русский мир Ирина Цезарь, доктор философских наук Была нашей главной соведущей И что еще вам сказать Изучайте материальную часть Как говорили, учите матчасть Включайте голову Подключайте свои каналы Они нам всем пригодятся Помните, что мы не одиноки в этом мире Не одиноки в этой вселенной Никогда нас наши пращуры не бросали Никогда наши боги от нас не отворачивались Вне зависимости от того, благодарные или неблагодарные Потомки от них отворачивались или нет То есть всегда с нами наши предки И если вы это понимаете То вы тоже будете всегда с ними А если вы на стороне богов То кто против нас? Вот на этой позитивной ноте Я с вами хочу попрощаться С вами была Малородная Славянская Радио И Алексей Орлов До новых встреч Услышимся Славянская Радио